Захотел поступить в полициальную школу, там интересные есть бесплатные курсы, требуются документы, это перевод среднего образования и они дают справку пройти у доктора, что нужно, что являешься обучаемым. Интересная такая справка, что ты можешь обучаться. Пошел я в общем в бюро переводов, пришел я в бюро переводов, а их там нет. На один адрес пришел, бюро переводов нету, на второй адрес пришел бюро переводов, но решил все-таки позвонить. Позвонил, девушка у меня в принципе поняла, что я хочу от нее. Но цена за один перевод это нечто. Конечно, я думаю, что она преувеличилась специально, так как мой польский язык еще не настолько велик, не столько высок. И она воспользовалась этим моментом. Она сказала мне по телефону, что высылайте на e-mail, который пришедет мне смс-кой. Назылайте свой документ, и я вам переведу. Я спросил, сколько будет стоить этот документ. Она сказала, что 300 злотых. 300 злотых там и 305 вроде бы, так вот. Но 300 злотых за один перевод это слишком круто, я вам так скажу. 300 злотых за один перевод документов. Это невероятная большая цена. Я смотрел в интернете, максимум берут 60-70 злотых. Но не 300, как эта девушка мне сказала. 300 злотых. Нет таких цен. Из 300 злотых я сам в принципе возьму-то и переведу документ. Конечно, будет без печати, но тем не менее. Так что веселые тут ребята тоже бывают. Думают, что есть такие наивные, что пойдут и купят у них этот перевод за 300 злотых. Поэтому побольше нужно узнавать. Побольше нужно спрашивать. Побольше информации. И тогда вас никто тут не обманет. Ну а я дальше буду искать, где можно будет перевести документы. Но уже не буду ходить так. Заметил, что сейчас после карантина бюро переводов не работает. Они принимают только на дому. Поэтому я буду посылать документы свои по e-mail. На разные фирмы. Найду ту фирму, которая будет переводить более дешево. Ну и вот таким образом... У меня есть время до сентября, чтобы поступить в полициальную школу. Думаю, должно все получиться.